Вооруженные силы США полагают, что они превосходят российскую армию во всех областях. Однако в этой области они отстают. Цзюньши Тинди. Эаздай.Чон, Китай. 21 мая 2018 года. Ежегодный парад в честь дня победы заставляет нас прочувствовать долгую историю русской армии, а также убийственную красоту российского оружия. Тем не менее в ежегодном параде в честь дня победы отсутствует важная составляющая вооруженных сил РФ – военно-морской флот. Так чем так занят российский флот? Сможет ли Китай сейчас или в будущем позаимствовать что-либо у современного российского флота? В этой статье мы говорим о ситуации в российском флоте. США на сегодняшний день – единственная сверхдержава в мире. Именно Соединенные Штаты занимают лидирующие положения в военной сфере. Китай и Россия могут конкурировать с США только в отдельных областях. Вооруженные силы США полагают, что они намного превосходят российскую армию во всех областях, кроме одной, а именно в строительстве тяжелых ледоколов. Несмотря на то, что Аляска граничит с Северным полярным кругом, однако, на самом деле, США нельзя считать арктической страной. У них совершенно нет необходимости строить ледоколы для Северного полюса. До настоящего времени у США был только один тяжелый ледокол – Поларстар. Для сравнения, у России есть больше десяти ледоколов лучшего качества. Между ними большая разница, которую США не смогут компенсировать. Сейчас ситуация претерпевает изменения, геополитическое значение Арктики существенно повышается. Северный морской путь и огромные природные ресурсы делает этот регион привлекательным для многих стран. США совместно с Канадой непрерывно проводят военные учения в Арктике, однако проблема недостатка атомных ледоколов становится все более острой. Арктические моря покрыты толстым слоем льда, а поэтому ледокол необходим для освоения этого региона. Из-за своего географического положения Россия придает большое значение развитию ледоколов, и поэтому у нее сейчас самый большой ледокольный флот, который включает в себя атомный ледокол. Благодаря этому у России есть большое преимущество в данном регионе. А для западных стран это неприемлемо. Естественно, что американские вооруженные силы стараются изменить это положение. Была предложена программа по строительству как минимум шести тяжелых ледоколов. Американским ВМС было довольно сложно обратить внимание на проблемы, связанные с ледокольным флотом, и получить один миллиард долларов на строительство новых ледоколов. Однако произошло довольно неловкое событие, никто не взялся выполнять заказ. Строительство ледоколов не требует каких-либо высоких технологий, однако это специфическая сфера. Не каждый может их построить, в особенности тяжелые ледоколы для Арктики. Основная проблема заключается в том, что у США нет судостроительных заводов для производства тяжелых ледоколов. Действующий тяжелый ледокол Polar Star был построен в 1976 году, ему уже 42 года. После 1976 года не было построено ни одного нового тяжелого ледокола. Спустя такой большой промежуток времени конструкторы и строители уже давно вышли на пенсию, а судостроительный завод был закрыт. Другими словами, США уже потеряли способность проектировать и строить тяжелые ледоколы. Вот в чем заключается главная проблема. А если постараться восстановить данную сферу, то затраты будут очень высокими и будет перерасход выделенных средств. А если закупать ледоколы у других стран, то здесь тоже возникает множество проблем. Во всем мире только Россия может строить ледоколы такого типа, остальные страны уже не имеют подходящей технической базы. Более того, если США постараются закупить ледоколы, то возникнут юридические проблемы. Независимо от того, какой путь выберет США, везде будут свои негативные стороны. Однако выбирать все равно придется.